Место встречи изменить нельзя. Много лет подряд в конце мая участники традиционного велопробега «Пермское кольцо» встречаются на стадионе «Локомотив». С каждым годом количество велосипедистов только увеличивается. В этом мероприятии участвуем первый раз. Вообще ходим в клуб «Беговелик», очень его любим, занимаемся там с удовольствием с большим. И поэтому знали об этом мероприятии благодаря нашему клубу и пришли поучаствовать, поддержать наших велосипедистов, наших «Беговелогонщиков». Ну и, конечно, здесь немало завсегдатых любителей двухколесного транспорта, многие из которых из раза в раз покоряют все новые дистанции. Каждый год участвуем в «Белокольце». В этот раз мы помогаем, участвуем в качестве волонтеров. Решили поехать на большой круг, взять все 80 километров. Будет тяжело, но, надеюсь, все получится. Перед массовым стартом каждый смог принять участие в звуковом флешмобе. Но и на этом сюрпризы не закончились. Велосипедисты выстроились в большую фигуру двухколесного друга. С высоты птичьего полета зрелище действительно завораживающее. Колонну вот уже не первый год возглавляют народные избранники. Причем всех репей власти. От федерального парламента до Пермской городской думы. Год от года число любителей двухколесного друга неуклонно растет. Развивается велоинфраструктура. Друзья, отличного настроения, только позитивных эмоций. Погода сегодня тоже с нами. Здоровый образ жизни должен быть в каждом человеке. Каждый выбирает свой вид спорта или занятия физкультурой. Я искренне рад, что количество пермяков, занимающихся физкультурой и в частности велосипедными гонками, все больше и больше растет. И мы, конечно, не можем не поддерживать эту инициативу Константина Никонорова, который правильно совершенно назвал «Пермское кольцо». Но кольцо расширяется. В программе два старта. Массовый и групповой. Протяженность первой дистанции составила 5 километров. Традиционное «Пермское кольцо» собирает огромное количество велолюбителей. Сегодня, я думаю, мы побьем даже рекорд, уже точно больше трех тысяч участников. Опытные велосипедисты поедут на 80 километров по правилам дорожного движения. Ну а те, кто еще не готов покорять такие расстояния, проехали по проспекту Парковой в компании таких же велолюбителей. Привет, телерадиокомпания «Ветта»! Екатерина Рухтина, Константин Старков, телекомпания «Ветта». Продолжение следует...